как бы вам все это наглядно показать и рассказать в принципе я рисовал тут рисунки там одному мастеру потом второму рисовал чтобы они смогли объяснить клиенту во все 150 160 это вылечит поэтому предложим сейчас такой вариант бам нет слушай вот сейчас завели бы да что всем доброго утра сегодня у нас очередной интересный случай сейчас расскажу что будем делать что будем пытаться такой необычный впервые такое случилось у нас спорт с 2 литра d4 я турбодизель пробег 216 044 сейчас посмотрим правда ли это до 216 044 показывает что блок управления пока я узнать не могу потому что я не могу ее завести машину притащили на эвакуаторе описание такое где-то ехал вырвала болт крепление форсунки из головки блока цилиндров почему из головки сейчас поясни выскочила форсунка выбила ее дотащили до какого-то сервиса то есть она уже здесь видно было сажей очистили ребята что-то они попытались там сделать с резьбой через какое-то время прям ненадолго хватило снова вырвала и и вот почему это вырвала и кто в этом виноват сейчас попробуем разобраться первое предварительно сразу здесь жалобы что вырвала топливную форсунку первого цилиндра но как напомню что не каждый знает где тут первый цилиндр и поэтому все записано со слов клиент форсунка разобралась вот этого я точно ничего не вижу здесь болт крепления форсунки не фиксируется двигатель плохо заводится при низких температурах мы все прекрасно знаем что произошло у нас оплавилась опять шина свечей накала вот на пробеге считаете 216 по всей видимости шина родная и сгорела свеча третьего цилиндра здесь 4 4 вольта у нас свечи родные стоят свечи я все попробовал прежде чем открутить прежде чем говорит что мы заменим попробовал сорвать здесь закисают крайне редко все они пошли свеча у нас 3 нерабочая оставшиеся работали но не совсем хорошо у нас так то есть это по поводу плохого запуска и строение двигателя как бы вам все это наглядно показать и рассказать в принципе я рисовал тут рисунки там одному мастеру потом второму рисовал чтобы они смогли объяснить клиенту такой вообще прям наброски такие давайте начнем наверное сейчас я попробую найти постель распредвалов от двигателя d4 cb евро 4 ну наверное нет нигде старый такой не валяется разобранного двигателя у нас сейчас в работе нету и головки у нас тоже я ходил в токарку в токарке тоже нет головки блока цилиндров аж а фб то есть два литра и 2 и 2 это практически одно и то же так 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 что же сделать что сделать наверное сейчас попробуем заснять что-то внутри для начала так получится или какой-то возьмем направленный свет нужно чтобы было видно вон то отверстие вон туда право вот так вот так вот так вот так прям шикарно все вот сейчас прекрасно видно видно что у нас в сторону турбокомпрессора дырка там попробую объяснить наглядно смотрите во многих моторах дизельных болт крепления форсунки у нас скручивается в постель распредвалов то есть на самой головки ложится еще постель распредвалов постели распредвалов может быть сборе с бугелями распредвалами и также допустим распредвалы могут ложиться в головку блока цилиндров и прижиматься тогда в таком случае форсунка болт уже крепится к самой головки кого-то постель распредвалов идет отдельно то есть можно поставить а у кого-то допустим она идет у нас единое целое здесь постель распредвалов с распредвалами идет отдельно но купить ее отдельно нельзя потому что это один полностью бог хотя она отдельно снимается то есть на какой-то разборке или попросить у кого-то там новых снятие с головки у кого-то может быть задрала постель у кого-то лопнула головка поэтому по отдельности продать можно и поставить менять их можно ничего не случится это нельзя переставлять бугеля или что-то те вещи где у нас там вращается что-то то есть саму постель менять можно и допустим ну нам нужно поставить вертыш у нас болт как правило такой небольшой обычно крепление они не там небольшие что у нас происходит справа рисуем постель распредвалов вот он то есть вот это и здесь у нас есть четыре отверстия они сквозные через постель распредвалов то есть проходит вот вот как раз на видео где мы показывали то есть более толстая часть вот мы видели именно вот это отверстие а уже туда ниже где черное у нас идет головка блока цилиндров то есть там идет она идет следующим образом вот так то есть на головке блока цилиндров у нас в общем это горизонтальная проекция да то есть то есть это у нас вот 1 2 цилиндр 3 4 вот получается вот здесь на четвертом то есть вот на головке блока цилиндров если мы ставим на ровную плоскость то есть у нас есть отливы вот такие отливы то есть они высотой примерно где-то два два с половиной сантиметра то есть головки стоят и в ней же как раз сделано вот здесь резьба то есть у нас везде проходит резьба так что случилось то есть резьбы здесь нет и вертыш мы не можем сделать и у нас вот в эту сторону вот здесь вот мы видим четко дырку туда в головку то есть из отверстия под резьбу у нас вот сюда дырка только она в сторону турбины пусть она будет вправо-влево неважно что делается в таких случаях что делается таких случаях когда болт отламывается очень часто у аж б очень часто бывает что даже завода туда попадает песок что-то да там перетянуты болты и нередко когда болт отламывается болт отламывается мы либо снимаем постели распредвалов высверливаем и также ставим вертыш туда уже втулку в саму головку либо вариант мы можем сделать уже такое практиковалось мы можем сделать вертыш поставить в саму постель то есть вот сюда вот то есть здесь у нас есть отверстие она как раз подходящее мы здесь просто нарезаем резьбу и ставим сюда болт но болт болт у нас вот такой длины неоднократно я уже выходил из положения и точно такой же болт только короче у нас подходит от d4 е я а и и бы это сантовка классик тоже спортэш более старой версии там 2002 по 2006 год нарезаем самой постели туда устанавливаем вертыш и более короткие то есть тоже форсунка тоже пламя гостей шейба все тот же кронштейн такой же болт то есть наглядно я вам покажу насколько он короче и это опять же если будет согласен клиент но все вроде бы просто и можно сделать но есть один момент вот здесь стоит резиновые уплотнительные кольца чтобы картерные газы у нас не попадали вот сюда на болт и не выходили на поверхность клапанной крышки а у нас здесь получается на то что стоит но у нас есть дырка и картерные газы также будут потихонечку медленно по капельке выдавливать то есть через резьбу можно допустим там болт намазать не за каким-то клеем болт можно намазать герметиком да это будет работа но это будет неправильно я не буду этого делать ни в коем случае потому что все это потом ну одноразовая будет в идеале в идеале у нас замена головки блока цилиндров то есть в идеале нам ее надо менять это заводской брак то есть при отливе головки блока цилиндров на этом отливе был воздушный пузырь и как раз этот пузырь у нас проявился ну я так думаю те ребята которые где-то пытались сделать я не думаю что они там что-то ковыряли и выломали кусок потому что видно что прям в сторону дырка и скорее всего это просто заводской брак почему опять же неоднократно много раз я такое видел сейчас мы все вычищаем делаем некие задиры чтобы герметик держался герметик будем использовать температурный и хороший качественный туда вниз все это отверстие полностью заклеиваем а уже постели нарезаем резьбу устанавливаем вертыш самой потери распредвал устанавливаем по поводу форсунки того что она держаться будет она идеально вопросов вообще никаких момент только один чтобы оттуда потом потихонечку не сочилась масло то есть его не будет там больших объемах так как это картерный ган ну все же а в идеале да это замена головки головка стоит очень дорого в районе 100 тысяч рублей плюс работа плюс болты плюс прокладки я думаю во все во все 150 160 это выльется поэтому предложим сейчас такой вариант конечно же этот вариант мы делаем хорошо качественно но дать гарантию что вот прям будет как с заводом мы не можем то есть эти условия будут обговариваться обязательно но практике такое есть много раз такое я делал и все это работает все это работает только единственное что с дыркой вот с этой я столкнулся первый раз обычно когда болт отламывается мы снимаем цепь снимаем постели распредвалов высверливаем устанавливаем вертыш и все и все как на заводе но вот видите там у нас теперь есть дырка поэтому вариантов у нас нет вертыш туда мы поставить не можем даже если мы постели распредвалов с ним потому что вот именно этот отлив куда она скручивается резьба там просто части этого отлива у нас нет он отсутствует не знаю по каким причинам скорее всего я думаю это заводской брак будем сейчас список уже составили по запчастям составили сейчас будем согласовывать и после того как все соберем все проверим также просьба клиента снять оставшиеся форсунки отфрезеровать то есть плоскость и поставить новые пламя гасящий шайб заменить смотрите у клиента есть вот такой пакетик вот это конечно я думаю вот вот эти у нас идут резиновые колечки вот эти они очень похожи на оригинал а вот это похоже на какой-то ерунду не непонятно вот это я не буду ставить это прям какой-то непонятно будем брать другие оригинальные какие-то неровные отливы то есть неровные сами кривые шайбы на форсунку у нас вот здесь получается резиновое колечко одевается и также это резиновое колечко будет фиксировать выброс именно картерных газов то есть поток поток этих газов так что там у нас форсунки сейчас остальные снимем посмотрим все ли там порядке то есть почистим здесь я уже колодец почистил все что максимально мы перекрыли вертыши вот эти все которые там автодела там какие-то еще фирмы да во-первых они короткие ну ну не очень нравится у меня по-моему говорил в каком-то видео мне клиент привозил немецкие такие зелененького цвета длинный когда его поставил да я прям при установке даже при установке этого вертыша я прям ощущал то есть его качество как правило когда мы ставим некачественный вертыш у нас болт резьба то есть вот он люфтит прям болтается а когда мы закручиваем тот он прям плотненько то есть как надо с завода вот сегодня попробуем его поставить и покажем так сейчас прямо один момент сейчас я принесу болт от d4 я вот эти болты этот на выброс болты тоже первого второго третьего цилиндра будем менять менять так как это уже произошло случилось чтобы избежать дальнейшим заменим и сейчас покажу насколько будет короче болт ну вот мастер вроде бы согласовал да как и предполагал клиент не потянет замену головки блока цилиндров поэтому будем делать то что я сказал смотрите первое 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 куда где болт вот только вот он у нас короче вот на столичка сейчас я вот так ведь да вот то есть мы будем устанавливать болта d4 я и и б то есть и там тоже есть два литра и 2 и 2 только с ремнем грэм то есть болт у них короче все шаг резьбы все сферическая шайба который прижимает один в один отличие только здесь у нас получается сверху одевается ешка тут торкс то есть тут торкс у нас если не ошибаюсь это 40 вольт 45 такой будет использоваться болт и еще момент еще момент клиент попросил сказал у него форсунка разобралась все-таки сейчас мастер подтвердил оказывается разобрался я так понял распылитель вот эта часть раскрутилась и как-то ее там скрутили и клиент слезно просил проверить ну согласен мы сейчас все это поставим и установим получится что она не работает или там троит поэтому сейчас несем ее на стенд и проверяем что она вообще покажет как они затягивали чё тут притянули может быть это что-то вывалилась вообще может быть она вообще не работает может быть оттуда вывалились какие-нибудь детальки поэтому блин темно новый фонарь сгорел его поставили он месяц не проработал это китайская штука нехороший короче развалилась чё за форсунка 582 582 обраточка да просто если она разобралась то вполне возможно что там выскочила регулировочная пружина также могла выскочить регулировочная шайба 285 а вот у нас есть одна дэнса и вот бошь 0 445 110 0 445 110 да все верно наверно наверно запускаем так надо принтер включить пока он пусть от дуплится по моды смотри что происходит слушай вот сейчас завели бы да а мне было интересно думаю ну вырвала форсунку почему все в солярке читаем она сейчас будет стекать на раме прямо на голову так начать варить по форсунки вкратце разобрали первое сразу видим вот направляющая 1 и 2 смотрим на ту направляющую и на эту это направляющая не садится и посадочная вот здесь сейчас заглядываем разбита под направляющую самом корпусе именно поэтому при сборке при сборке форсунки то есть она у нас распылитель плотно не прижался то есть у нас и не зажжалась ли чего получилось это раскрутилась она потому что скорее всего сгорела пламя гасящая шайба как это происходит на многих сгорает пламя гасящая шайба либо допустим у нас ослабился болт газа стали выходить это было видно на стенках как на стенках форсунки так и на стенках головки блока цилиндров вот видно также что распылитель у нас синего цвета стал перегрев и при сборке то есть он должен был вот так плотно у нас есть но направляющая ему не дала сесть до конца он был не прижат поэтому отсюда хлестало топливо прижиматься распылитель корпусу должен прям идеально то есть здесь должно быть зеркало здесь есть многочисленные раковины на корпусе сейчас вытащу вот такой вот смотрите такая игла огромные форсунки вот да у нас бошь смотрите здесь вот то есть по посадочному месту видно что не прилегала здесь вроде бы более менее по посадочному месту а вот выработка колечко это вот как раз то есть царапины задиры непонятно следствие чего это все сапало также при попытке то есть затянуть резьба так как прикручивалась не до конца у нас резьба при усилии 40 ньютонов проскакивает то есть ее сорвали то есть ну вот она прямо часто прижимается а так вот видно что видите то есть резьбы там все остался резьба на самом корпусе то есть резьбу частично вырвала из колпачка который прижимает у нас вполне возможно что у людей которые занимаются этим каждый день то есть есть профессиональный дилерский стенд то есть у них есть наверное тот же колпачок те же направляющие есть оборудование для того чтобы выровнять плоскость корпуса также может быть у них есть какая-то фрезеровка то есть вот здесь вот чтобы произвести те же направляющие или что-то еще у меня этого ничего нет то есть давать кому-то гарантию что сейчас я что-то просверлил сверлом или поточу напильником но я не буду заниматься поэтому рассматривать будем сейчас замена топливные форсунки потому что вследствие ее разборки вот у нас появились такие дефекты потом вполне возможно что они появились вследствие неправильной сборки то есть направляющие не попала видимо и ее стали затягивать в наглую и поэтому вот произошли все эти моменты а здесь так как это bosch это первое и второе то есть форсунка это у нас повышенной сложности все должно быть идеально а у нас много всяких дефектов царапины и раковины то есть распылитель даже если он посинел то говорит о том что он был перегретый и работать уже правильно он не будет поэтому сейчас будем рассматривать замену топливные форсунки вот и дожили до того дня когда на hb стали сгорать шайбы пламя гасящие и сейчас покажу к чему это приводит то есть допустим с той же 4 форсунка где у нас там вырвало болт резьбу непонятно не знаю заводской брак не знаю может быть часто в этих колодцах под болт вкручивается попадает песок может быть когда форсунку закручивали ребята песок не продули и был эффект такого пузырь создался из песка и бывает такое что лопается и возможно отвалился то есть но и такого не встречал я и вот это то есть ну поэтому говорит что кто-то сломал не знаю как это произошло как случилось первый раз мы такое смотрите дальше также была просьба клиента то есть поменять остальные шайбы 2 вылезла без проблем третья форсунка ой первое еле я вытащил ее то есть но она вылезла как бы такая свободно сейчас кстати покажу один момент топливная форсунка 4 будет новая новая оригинальная стоит 20000 рублей у нас они пришли скорее то есть это недорого считается и 3 3 смотрите пытался вытащить вот так допустим ключом то есть вот можно крутить да вроде бы как за это но то есть она какие подвижки там делает но нет бошевском наборе предусмотрен обратного молотка предусмотрена разбор снятия пьезоэлемента стопленные форсунки вот он то есть откручиваем и сверху накручиваем потом уже вот такую штуку но она не подходит по резьбе этот набор но образца китайский по ходу и резьба не совпадает зато у меня бы есть старый надежный мой вот он который у которого все подходит то есть вот так у нас резьба сейчас разобрали вверх форсунки накручиваем и будем тащить ее вверх там шайбы прогорели сейчас покажу да вот здесь смотрите вот так болты вот эти болты вот они полностью забиты песком у нас вот они которые я выкрутил вот так прогорели шайбы то есть вообще практически ничего не осталось если вдруг на d4cb неважно где hb h а любой дизельный двигатель допустим вам ставят шайбы пламя госячие и они снова через некоторое время сгорают допустим вы уверены нас сто процентов мастер или вы сделали сами то есть почистили идеально все отфрезеровали новую шайбу правильно при поставили оригинальную прижали как положено и все равно она сгорает есть еще одна причина она стала проявляться со временем когда сгорает пламя гостящая шайба у топливных форсунок вот здесь вот под шайбой то есть вот этот колпачок распылителя он выгорает тоже смотрите я снимаю новую оригинальную шайбу очень туго она на новом распылитель чтобы к примеру вам показать вот так и смотрим этот зазор то есть вот сюда сколько здесь расстояние тут миллиметра два у нас то есть от края новую ложим и вот у нас была сгоревшая вот здесь смотрим разницу вот это новая оригинальная шайба сейчас поставлю то они идут именно видите как будто бы обожженные то есть мягкий цвет даже другой и смотрите разницу здесь допустим даже вот так я вам сделаю смотрите то есть вот здесь колпачок колпачок внутри обгорает и бывает он обгорает очень сильно прижимная потом держи так то есть и и колпачок прижимает шайбу потом неравномерно вариант то есть либо меняется форсунка ну как бы это прям затем это делать отправляемся в хороший допустим тех-центр по ремонту топливных форсунок и просим чтобы они просто заменили колпачки то есть у них это в наборах есть то есть вот этот колпачок они меняют допустим у d4 cb 2 и 5 это тоже на старых на форсунках с пробегом там 300 500 тысяч довольно частый момент то есть выгорает полностью металл внутри и шайба потом при прижатии и и выворачивает поэтому тоже такой довольно интересный момент обращайте внимание на это так ну что буду пробовать пробовать выколачивать не знаю как все это то есть осталось все из всего осталось что вот у меня вертыша там кстати поставил вертыш я сейчас использую вертыши но образа забыл фирма 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 вот где-то здесь указано очень хорошие немецкие такие зелененького цвета шайба шайба уплотнитель очиститель вставка резьбы нет тут не указанного а вот хеликой хеликойл какой-то да то есть я уже говорил что это один из клиентов показывал мне он привез сам он говорит поставь мне пожалуйста вот эти я мука доставил да прям они были шикарные вот здесь вот тоже смотри сейчас я вам светом туда посвечу где я поставил то есть раньше он у нас был внутри в головке то теперь он стоит в постели распредвалов вот заглядываем вон он зелененький торчит ну и в целом вот нам осталось вытащить ворсунку не знаю чем закончится сейчас при вас это попробую сделать и принципе все то есть мы собираем должна запуститься должно быть все хорошо все сопутствующие проверили все по жидкостям вроде бы все на месте и дай бог что будет работать но мы видели как с форсунки у нас выливалось топливо так как ее собрали не докрутили колпачок то есть она могла дистоплива попасть вниз то есть прижалась не прижалась не знаю не дай бог но главное чтобы в этот момент не получилось ничего страшного в двигателе в целом там дистоплива я не видел чтобы там полный цилиндр был вот чтобы не было гидроудара так стаканчик надо подтянуть максимально потому если его сорвет то мы испортим резьбу здесь никаких моментов под ключ нету просто сделано так что все все вроде жестко все плотно пробуем бам нет все плотно все жестко нет вот здесь вот здесь уже от времени устала резьба да так не держится не держится что делать что делать так не двигается не как другой вставки то есть она уже от старости я неоднократно и уже вышибал здесь еще дело в том что здесь очень мало заход резьбы старого образца на бошевских форсунках там очень большой заход видно что здесь резьбы прям сантиметр с лишним а здесь его очень мало то есть сделали не так довольно то маловато и видно что вот он уже болтается то есть когда прикручиваешь вот он люфт большой огромный то есть я им уже долго видно что штатный уже вырывала у меня я приваривал то есть больше больше и вот она прям буквально пару витков накручивается конечно маловато нет смысла дергать дальше сейчас испортим резьбу на корпусе форсунки это плохо закончится не знаю какие сейчас даже даже будут идеи дальше как ее дергать уже полностью туда насколько смог продул в до 40 с залил но дело в том что там стоит резинка уплотнительная которая не дает как раз и тому чтобы просыпаться туда песку или чему-то греть и она же не дает чтобы сейчас масло смазка проникла вниз и вот этот момент как раз у нас он такой вот как смотрите было сгоревшая то есть у нас во первых резинка здесь одна в головке то есть стоит вы между головкой постелью потом еще стоит еще одна резиночка и вот это место сюда попасть ничего не может в этом и проблема то есть заливать ждать что откиснет это не вариант это может случиться через год если только что-нибудь залить такое что съесть резину так так то какие мысли есть вариант еще допустим допустим о точной идее если здесь на краю выработана уже резьба я видно сейчас я пойду токарю он не зажмёт вот так здесь где ровно источит то есть лишнее где-то вот примерно там пусть миллиметра три попробует так и снова закрутить ну что он весь электрический да уже а то я помню старые руками так отходим готова чуть чуть больше чем я хотел но нормально достаточно тут хоть сделать ну что вот пять секунд все прям по месту раз и обновили ключик вся тетя мы спасибо все пойдем пробовать он мне и наружную фаску сделали внутренний заход ну то есть короче мастер своего дела гена гена у все делает гена мотор будь капремонт лучше попробуем попробуем еще раз накручивается без проблем но я так скажу форсунок сидит очень очень сильно то есть тяжело то есть она практически не двигается где-то где-то этот аппарат там уже внизу уже все блестит там идеально чисто уже все что можно было я выдал из замыл там потому что после того как мы муж сказать первую часть закончили потом стали снимать форсунки вот как раз я нарвался на этот нехороший момент не знаю вот как всегда что-то бывает первый раз а вот кстати вот этот штуцер вот смотрите он даже сам отворачивается я его так как я его пытался тут гнуть резьбу я испортил но я не буду даже заморачиваться то есть загибается на ноги форсунка когда раскачивать сторону сторону загибается резьба мы меняем одну из форсунок четвертого цилиндра я просто оттуда штуцер сейчас у меня там есть этот оттуда просто возьму и все вот она идет смотрите вот так загорела пламя гостей шайбы и видите да что сколько я туда лил в течение двух часов вот нет ничего туда не прошло ни капли ну и все сейчас с форсункой почистим соберем прикрутим пьезоэлемент этот не так просто делается то есть если вы даже будете пробовать сами дело в том что там есть регулировочные шайбы все нужно поставить ровно все как положено все удалить все это грязь все туда чтобы там было все четко после этого мы перепроверяем меняем штуцер перепроверяем ее на стенде что да она прекрасно себя чувствует и все отлично и и тогда уже устанавливаем ну и я думаю что все на этом сегодня все закончим самое главное если вы опять же пытаетесь сделать подобное у себя в гараже вы можете это сделать но вот именно с болтами болт крепления форсунки то есть вам нужен сжатый воздух обязательно пистолет 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 всегда должен быть с длинным носиком с длинным носиком чтобы везде подлезть и все качественно и тщательно продукт то есть вот этот песок именно в каналах если вдруг у вас отломится болт при откручивании вот первый раз завод отломится болт или вы вылезет резьба не удивляйтесь это именно вот аж а и аж б это явление нормально то есть причиной у нас является либо перетяжка уже завода сразу либо допустим у нас верхняя часть болта вся в песке мы начинаем выворачивать его накручивая его прямо на песок и тем самым болт отламывается либо это опять же под продуть под болт но очень неудобно потому что его перекрывает кронштейн поэтому вот часто происходит что вырываем либо с резьбой либо болт отламывается вообще ну стараемся но бывает что обламывается ну все всем пока до новых встреч если вдруг обнаружится что мы запустим и не будет компрессии в четвертом цилиндре то мы обязательно снимем и покажем пока и и и Субтитры подогнал «Симон»